Привет всем! Сегодня есть повод поговорить о некоторых блогерах. Я думаю, что вы все знаете этот повод. Это очередной скандал на канале Шендер Мэндер. Сегодня я буду называть вещи своими именами. Я буду называть людей их именами. Потому что зрители и подписчики должны знать своих героев или антигероев. В этот раз под раздачу попал канал Наталья Лим. Теперь этот канал и хозяйка канала Наталья не является подругой. Она теперь перешла в разряд врагов. Тех, с кем теперь скандалит Шендер Мэндер. Я, конечно, не знаю, до какой степени дойдет этот скандал, но все вынесли на просторы интернет. И я хочу перечислить те каналы, с которыми Шендер Мэндер меньше чем за два года вынесла скандалы на просторы интернет. Первая – это была правдивая сплетница. Это я. Вторая – это Елена Мудреная и кулинария. Это сестра. Третья – мама суперстар. Оказывается, с мамой суперстар тоже был скандал. Но этот скандал был в телеге. Он был более скромный и более тихий. Но это тоже скандал, который произошел у Шендер Мэндер. Четвертый – правдивое мнение 2. Этот канал вообще Шендер Мэндер удалось закрыть. И пятый канал – Наталья Лим. Хочу ещё сказать отдельно. Был скандал с её модераторами. То есть были разогнаны все модераторы. Был закрыт чат в Телеграм. И очень долго этот чат не работал. А сейчас, да, она опять открыла чат в телеге. И там только лизательные комментарии. Никакой критики, ничего. Там тишь гладь да Божья благодать. Но это не меняет человека. Пять каналов меньше, чем за полтора года были в скандале с Шендер Мэндер. О чём это говорит? Ну, конечно же, сама-то она говорит, что она белая, пушистая, нескандальная, уйдёт в тень, уйдёт и не будет ни с кем ругаться. Но практика и правда показывает совсем другое. Как вы считаете, друзья, как вы считаете? Я считаю, что это просто лицемерие и очередная ложь. Никаким добрым, честным, белым и пушистым человеком Шендер Мэндер не является. Это доказывает и последний скандал с Натальей Лим. Потому что мы сами видим. Также канал давно существует Наталье. Больше трёх лет. И всё, что она показывает, она показывает правду своей жизни. И вот такая, какая она есть. Да, она верующий человек, который поёт в храме, которая действительно верующий человек. А не такой, как Шендер Мэндер. Да, она нам сказала, она не ходит в храм. Конечно, зачем туда ходить? Таких в храм не пускают. Как говорят, бесноватая. Да, вот так оно и есть. Потому что я всё-таки думала, и мне хотелось так думать, что она притворяется, что она играет роль. Но явно это не так. Она есть такая, как себя показывает, да ещё и хитрая, да ещё и пытается манипулировать людьми. Ну, у неё, конечно, это удаётся. Вот после того скандального видео относительно Натальи Лим у неё под видео тысячу лизательных комментариев. А у Натальи Лим три тысячи двести на момент записи моего видео. Вы представляете, о чём это говорит? О том, что сдулась наша Шендер Мэндер. Потому что иначе это назвать нельзя. Я думаю, что комментарии есть и отрицательные, но они чистятся со скоростью света, не успевают даже появиться, как улетают в бан и удаляются. Чего не делает Наталья Лим. У неё есть, конечно, и комментарии, которые поддерживают Шендер Мэндер, но в основном, конечно, пишут, что мы пришли от Шендер Мэндер, но мы отписались от неё, а от вас нет. Мы вас любим, вы нам нравитесь, мы вам верим. И я хочу сказать, что Наталья Лим действительно порядочный человек и действительно интеллигентный, культурный и верующий, и большая труженица. Она не скрывает свою жизнь, как это делает Шендер Мэндер. Она не приукрашивает её. Она показывает такую, какая она у неё есть на самом деле. И она работает, работает, не покладая рук. Вы понимаете, вы видели в последнем видео, сколько она сделала работы. Это уму непостижимо. Это очень сложная, но, в общем-то, и хорошо оплачиваемая работа маникюрши. Чем она и занимается, чем она и зарабатывает на жизнь. А Ютуб, как я понимаю, это её увлечение. Но для Шендер Мэндер ничего святого нет. Люди для неё, как отработанный материал. И я считаю, что Наталья ей нужна была в тот момент, именно когда Наталья появилась. Это был момент начала скандала с моим каналом и с каналом её сестры. И Шендер Мэндер просто воспользовалась Натальей и трясла ей, как красной тряпкой, что теперь она ближе, чем её родная сестра. И даже мать, которая вычеркнула из жизни свою дочь, называла Наталью любимым, любимой, любимой семьёй. Но видите, как получилось? Я считаю, что Наталья очень долго общалась и дружила с Шендер Мэндер. Но её выкрутасы, Шендер Мэндер, привели Наталью именно к такой ситуации, что просто так общаться невозможно, просто так прийти домой и получить. Вспомните, когда Наталья пришла на день рождения к Шендер Мэндер, что она получила? Она получила концерт, что Шендер Мэндер встретила её в красных растянутых шортах, одевала на голову коробку от торта, она выставляла себя клоуном, а Наталья пришла к ней на день рождения с детьми, с интеллигентными детьми, которые учатся, которые учатся в Питере на врачей, которые никогда не видели, что человек может себя так вести. Ну, какой-то трэш-контент, какой-то фильм ужасов был. Вы вспомните только, как вела себя Шендер Мэндер на своём день рождения. В прошлом году я была в шоке, я даже не понимала, то ли она пьяна, то ли она под какими-то сильнодействующими веществами. Ну и после такого, как ты пойдёшь? Ты идёшь по приглашению, да, и попадаешь чёрти куда, а когда ты идёшь без приглашения, а вдруг там какая-то истерика очередная или ещё что-то. Ну, как бы, когда человек болен, как бы ты не дружил с кем-то без приглашения приходить, ну, это моветон, это, как бы, признаки безкультурия, когда действительно Наталья была ей нужна и полезна, да, посидеть с детьми, воспользоваться ей для того, чтобы подразнить сестру, она с ней дружила. А когда Наталья стала ей невыгодной, ей стало с ней неинтересно, воспользоваться ей она больше не могла, потому что у Натальи открылись глаза, она видела все эти приключения, да, то, что показывала ей Ким. Ну, а когда Наталья ей стала не нужна, её и приглашать уже не стали, да, согласитесь? Ну, и как нам поведала Наталья, что раскрутить канал ей предложила сама Шиндер-Миндер, а теперь мы уже все знаем, почему, потому что ей самой это нужно было. Ну, так вот, получается, что когда Наталья стала Шиндер-Миндер просто не нужна и неинтересна, её перестали приглашать и на день рождения, и на Пасху, и просто в гости прийти, то есть всё, общение сошло на нет. Ну, как бы бывает. Зачем это выносить на просторы Ютуб, как будто что, и преподносить это своим зрителям, как обиду, как очередной скандал? Зачем? Я думаю, что это тоже продуманный шаг, что Шиндер-Миндер нужен трэш, нужно поднять свои просмотры, чем она и занялась в очередной раз. Вот и всё, ничего личного. Я думаю, что сама Наталья ей теперь не нужна, так вот в последний раз она решила опять воспользоваться этим человеком, что она и сделала, как мы все с вами наблюдаем. Вот такая ужасная история произошла с каналом Натальи Лим. А ведь я была уверена, что это продвижение было просто как бы оплачено Натальей. Но на самом деле это был намного хитрее и коварнее план. Так вот, ещё я хочу сказать вам о том, что Шиндер-Миндер воспользовалась Натальей ещё и как маникюршей. Я просто уверена, что она приходила к ней на маникюр, и Наталья ей его делала совершенно бесплатно. Ну, как бы бартер, да? А потом вроде бы они и подружились, но как с подруги брать деньги. Но на самом деле Наталья очень ошиблась. Никакой дружбы там не было, потому что Шиндер-Миндер ни с кем не дружит, ей это не нужно. Она просто воспользовалась ей, как и многими другими. В общем-то, вот такая ситуация на самом деле произошла. И ничего хорошего от Шиндер-Миндер ожидать невозможно. Этот человек использует всех вокруг, в том числе и зрителей, только для того, чтобы пополнить свой кошелёк. И не более того, как она вам сказала, даже на этом видео, где она обвиняла Наталью Лим во всех грехах. Она сказала, «Мне всё равно. Я никого не собираюсь слушать. Я живу своей жизнью. Я живу так, как хочу». Да, она фильтровала свои слова, чтобы не обидеть, потому что ей нужны просмотры. Но, тем не менее, она, как и всегда, стоит и защищает свою точку зрения о том, что ей никто не нужен, кроме семьи и её самой. Ну и, в общем-то, так и продолжает жить и пользоваться людьми, а потом выбрасывать их, как ненужный хлам. Вот, впрочем, что произошло. Ну вот, такое мнение у меня сложилось по поводу этого очередного скандала на каналах Наталья Лим и Шендер Мендер. И я хочу вам напомнить, что видео моё развлекательное, все совпадения случайны, все персонажи вымышленны, и я выражаю своё личное субъективное мнение. И на этом я буду с вами сегодня прощаться. И хочу вас попросить, девочки, ну не жадничайте, ставьте лайки. Иначе моё видео никто и не увидит. А ведь все, я думаю, хотят послушать, что же на самом деле произошло. Что же произошло между этими двумя блогерами. Ну вот, мои дорогие друзья, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok